С миром! Мир вашему дому! Да, конечно! Благодарю! Так, по делу? Ролик ходит в интернете, инаугурации сравнивают Владимира Владимировича Путина и новоиспеченного Зеленского. Как его запамятовал? Владимир Александрович! У Владимира Владимировича Зеленского вот как бы различия в чем? А не могли бы вы подсказать, есть ли сходство у этих двух персонажей великопоставленных? Да, которые выступают, они не показали различия-то во всем. Так, по мелочам хватили, и видно, что материалу нету. Давай, где дочери, где жена, и там ребенка какого-то нашли от Кабаевой. Ну, какое отношение это имеет к правителю? Это каждый разведенный и прочее. Речь идет о правителе, о правлении, о должности. Тот, который выступал-то, он не по теме, а отмечал-то. Ну, разный размер обуви у них, разная форма одежды, но не знает еще сказать-то. Ну, и как бабка у колодца. Собирал, собирал там все. Я сначала это хочу сказать, какая разница у них. Ну, в этом он увидел, что разница. Этот на машине ехал, а тот пешком прошел. Но на это только ответить так. Вот, а у 18 лет стажа руководить такой страной, которую, видать, далеко. Или там, где один раздрай, да раздор, да одно сектантство, разное униаты. И он еще в 18 часов не был президентом. Ну, еще сравнивать. Тут сравнить не с чем. Какой там был, писали до этого, клоун, клоун. Ну, еще клоун. Если умный, так пускай правит. Я послушал, мне во всем понравился и вид его, и как он есть. Ну, я сосмотрю дальше. А вот в чем у них сходство? А вот сходство мы должны начать в обратном порядке. Вот на Земле раньше считалось, сейчас, может, по-другому, 2896 наций на речи. Ну, а которые маленькие там совсем племена. Таких насчитывается уже, может быть, 10 тысяч. Ну, маленькие там совсем друг с другом рядом, на разных языках говорят. А это настоящие языки, которые исчезающие, то другое. И вот они двое. А какие главные языки? Ну, главный язык тот, на котором Бог говорил. А какой? Ну, скажем, сегодня еврейский. Еврейский. Там язык, может быть, Масаретов был. Я не знаю даже. Это все предположительно, никто не знает. Тот язык, на котором Господь разговаривал с Авраамом. А это-то сколько лет-то прошло уже? 1656. От сотворения Адама до потопа. И от потопа, как закончился, до Вавилонской башни 721 год. Вот теперь сложи вместе-то и увидишь, сколько жили люди с одним языком. А так, когда Христа 5508 лет от Адама, легко отнять теперь ту общую цифру и увидим, сколько там лет наберется. Ну, и добавить сегодняшний 2019. И будет, будем знать, сколько лет существует русский язык. Я это все мосты навожу к главному. Многое мы не знаем. Но расклад событий мировых будет такой. Будет война. Будет один царь. Не Москва. Столицей будет не Вашингтон, а Иерусалим. И будет сидеть он не в Кремле, а в храме сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот пишут, допустим, музеянскую биографию. Это родился в еврейской семье, то есть еврейчик. Ясно дело, сидят люди в шляпах. И когда я наугурация была Владимир Владимирович, и тут все люди в шляпах. А есть поговорка «Все дело в шляпе». То есть кто руководит, кто заправляет. А вот тут и приходится вспомнить так ненавидимое имя протокола сионских мудрецов. Я им 14 лет этой теме отдал, перелопатил всю литературу дореволюционную, советскую и зарубежную. У меня М1, М5 были. Это пленки назывались масонство. Из всех наций сегодня мы можем сказать евреи это главный столб. А где противоположно? А вот Гитлер робот столба хотел свалить. Цыгане. Никакой идеи нету. Только обворовать, нагрузиться и дальше ничего нету. И эти евреи, они все это думают. Написано «цари мира принесут дары». Вот так. Давайте будем помнить. Вот говорят у Медведева там Светлана жена еврейка. Я вполне допускаю это. Почему? Исфирь. Она сколько там девушек была. Однако он ее полюбил. Они могут себя показать. Есть такая фильм был. Там Герасимов режиссер был. Тихий дон. И на главную роль Аксине Мелиховой была будто бы так пишут Нона Мордюкова играла Элина Быстрицкая. Ну Нону Мордюкову мы разве не знаем? Она председателя играла. Да хорошая, да талантливая. Это первая жена у Тихонова Вячеслава главного Штирлица. И она с ним разошлась. Так вот сегодня прикинем что сравнивает Быстрицкую и эту. Быстрицкая это казачка настоящая. Она уехала там как шевелиться, как шагать. Все училась. А эта любила выпить с друзьями погулять. Я опять говорю останавливаюсь. Они еще кто-то там пробиваются сами. Вот войну нужно было как-то сводки сообщать. Сколько там было артистов, как слушали. И однако же Юрий Левитан на первое место вышел. Еврей? А Сталин их не очень благоволил. И когда он пришел и сказали ну почитай, дали что-то почитать. Он почитал, ему сказали нет, не подходит ваш голос. А он побыл у них и что-то забыл, там шляпу или что-то. И по телефону позвонил. А по телефону оказалось голос совсем по-другому. Ему сказали ну-ка быстро возвращайтесь назад. и когда его запустили что-то у Сталина при вот жизни какой-то доклад надо было считать. И Сталин говорит, вот этот человек, который считал, чтобы он мой доклад засчитал. Его никто не продвигал, никто, он еврей, еврей, его Господь продвигает. И он всю войну говорил, говорит Совинформбюро, мы вынуждены были оставить позиции, то есть по-еврейски вокруг земного шара бежать и ссыла напасть. И вот где не посмотришь, они пробиваются, они помогают друг другу, но они призваны на это. Вот у нас девчонка у Надежды Васильевны тут, гликерия, она как только выскочет, она мигом на качели. И на качели целый день может мельтыхаться, как говорят Гэф в проруби. А я говорю, они учат их. У нас была еврейка здесь, и она говорит, за 2000 лет у нас в евреях не было ни одного неграмотного, я в это верю. Я верю. А к чему я там все говорю? А к тому, что они готовят, им это поручено сделать. Им нужно было встретить Христа, они его не узнали. Меня не приняли, Господь говорит, а когда придет иной, его примете. Вот этот иной придет. Я говорю еврейской нации, какая она избранная Богом, это проявляется во всем. Они рассеяны, они разбросаны, но опять собираются. И вот это самое главное, что мы знаем евреи. Поэтому неудивительно, что Зеленского избрали. Ну, у него какие данные есть, там пишут, сколько у него квартир, перечисляют. Зеленский, просто в Википедии Зеленский. И ты увидишь там, сколько он был, нигде не работал, дня не работал. Чистые ручки, господин с белыми ручками. И он там на сцене был, где-то там что-то представлял, какой-то фильм, какой-то герой. Он нигде не работал. И поэтому из еврейской семьи, мать у него, бабка там, Абрамовна какая-то была, тоже еврейка. И где они учились, где его отец был, работал в Монголии, он с ним был. Грамотные все. Я посмотрел, грамотные, и он знает, зачем он есть. Я тут гляжу, при анаугурации в первом ряду сидят, и сзади сидят евреи в шляпах. Это их ставлю у них, а у Путина вот общий сход. А у него Берлазер, что бы он с ними целовался. И он у них минору зажигает. И тут же идет православным кланяется. За одну минору он должен быть отлучен от церкви. Стоять только в притворе. Говорится об этом. Не то, что плохое отношение, а канон говорит. Канон. А канон и надо соблюдать. Нет, он на это не пойдет. А за него там патриарх все вцепились, он там дает деньги. Монахам монастырей пол с подогревом. Вообще шикарно. И что у них общее? Я думаю, и она на него цепь надевает, я гляжу, даже масонский орден принимают, когда так. Но так или нет, я не знаю. Похоже, так скажу. Когда-то цепь надели, она там какие-то знаки, то прочее есть. Вот в чем схожесть у них? То есть они из одного ящика, из одной табакерки, а они одинаковые. И допустили, этот, он может до конца не знает, он-то думает, да, я масон, там 30, три степени, бывает там и больше степеней, он в последней степени такой, ну, все уже принятый, он перспективный. Его выдвигают они, вот они его выдвинули и поставили, евреи, там смотришь евреи, там евреи, везде, везде они на постах. Я не говорю о банкирах, о юриспруденции, судьях, прокуратуре, там разинские разные клеветники, а он нужен, как разинский, там на встречную полосу вылетел и убил человека, и в суд не ходил, а потом задавность ему просили, Эдвард, вот так, то есть хитрые, хитрые очень они, а здесь-то лечит о государственной должности. Путин на кто выбирал первую никто, Ельцин, а Ельцин на кто выбирал, когда он пришел, никто и так понятно, перехватил инициативу, так что там выше их, те, которые поставили без всякого прикосновения меньше, благословляется большим, мы применяем кругоположение у них свое, и вот они оба из одного кошеля, как говорится, вывалились, и они нужны им, и постепенно придет к мировому единству и воссорится царь из колена Данова в Иерусалиме в храме и будет царствовать 42 месяца или 3,5 года, это меньше, чем блокада Ленинграда, но ради избранных дни те сократятся, видимо, Бог рассчитал лет 70 дать, а оставил только 3,5 по милосердию своему, что у них общее, они одинаковые, они одинаковые, а как же они между собой говорят, обдерутся, они дерутся, они не дерутся, это я считал у Милюкова, он говорит, вот выступали, это разные партии были уже в 17-м году, и друг против друга там Боришкевич нападает на Шульгина, а Шульгин там еще, я говорю, вот как они это, друг на друга злобятся, а потом грижонья в буфете, за одним столиком хохочут друг друга по плечу колодят, то есть это роль, а он, раз он клоун там такой был, ну, юмористый, как он Задворнов был, так и это, ему ничего это не стоит, он любое лицо, видно, он часто меняется, как он глядит, как поджимает губы, то есть он играет лицом, как вот который к нам приезжал, тут режиссер, он этим играет и все, вот это у них общее, а еще так видно, оба они бритые, оба в галстуках масонских, оба одинаковые, оба как только снимают где-то, верхнюю пуговицу обязаны расстегнуть, то есть все полностью подтверждается, весь антураж у них масонский, я не то, чтобы осудить, ну, просто говорим об этом сейчас, я с позиции масонов хочу показать положительность их действий, они приводят все к единомыслию, чтобы не было ни воровоствования, ни убийства и прочее, а это аборт, это делайте, истребляйте, а мы будем плодиться, размножаться, вот главное в чем видим, конечно, у Путина многое неизвестно, где что как, а этот перечислил там у жены, там миллионы, там миллионы, там дома, один дом, второй, там третий, четыреста квадратных метров, но я не знаю, куда он их сдает в аренду или куда, и какие-то организации, и он там все в них вклады, 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 то есть это настоящий, полнокровный, молодой еврей, а чтобы оправдать себя, он должен, ну, значит, через пять лет он уйдет, он не будет отвечать, а царь, он наследственно дает сыну, чтобы государство было крепко, а этим разницы нету, а тот, который там говорил-то, ну, маленький человек, он выражал то, что ему сказали, так он и пошел, так что сходство у них полное, а для виду, который он опускает, а его не касается, что будто бы он там тот против, говорил Путин, а этот за, за-то ничего и нет, потому что ничего еще не делал, вернуть желает Крым, Донбасс, как он не говорит, только не воевать, он думает, переговорить за столом кого-то, нет, брат, Крым никогда ваш не был и не будет, а вот Донбасс под вопросом, вот что я, ну, это немножко, чтобы было понятно, мы должны рассудительность смотреть и понять того, кто говорил, может быть, ну, видно, что тот говорил, не расположен был к Путину, а мне, что с Зеленским-то делить-то, я за него молюсь уже, я молюсь каждый день теперь за него, что молите за царей за начальствующих, он по всем параметрам прямо так и вкатился, улыбчивый, молодой, приятной наружностью, тут у девок у него будет гарем, а то уже толковать даже не надо, никак, и никто ему не указ, он живет один раз, о Царстве Божьем ни о день не говорил, о смерти Христа ни о день никогда не говорил, а этот у патриарха научился Путин-то, а патриарх говорит, там полчаса, а я разбил, тут посмотрел, слово Христос ни разу, Библия ни разу не сказал, патриарх, а слово христианство один раз, и тот сказал, это было в эпоху христианства, то есть, никакого отношения к нам как бы и не имеет, так что, а у них там план, кто-то им будет спускать, те, которые руководят, а эти, которые, кукловоды-то, они покажут, что должны делать, когда воевать, когда замеряться, а то он думает как-то, ну, думает, может быть, без указки он шагу не шагнет, а они уже сидели эти, кукловоды-то тут же в шляпах и сидели, вот то, что я заметил, что видел, вспомнил Милюкова в книге 14 августа, называется, про масонов в России, как они революции делали, подробно, но так и здесь Майдан, масонское поприще, а вот это, что у них там в Екатеринбурге-то было, а это сейчас в Селябинске, сейчас поднимается волной в одном, другом, третьем, а тех, которых арестовали, вроде бы незаконное собрание, за них сейчас бьются, чтобы вызволить, а я говорил, что надо сделать, немедленно отпустить, начислить за время пребывания там, в тройном размере стаж, дальше выдать, хотя бы тысяч по 300, по 400 рублей, чтобы просили, и дальше дать им полнокровный дополнительный отпуск, в самых элитных где-то курортах, чтобы люди все знали, когда стоят за правдой, и ждет награда, а не тюрьма, вот что я хотел сказать, а с этим-то вопрос решенный должен быть, кто там, Кирилл Митрополит, чтобы он вышел к народу, встал на колени, попросил прощения, что тысячи людей поссорил между собой, а он не станет, это другой разговор, но он должен снять сан и уйти, как опозорившийся, совершенно уйти, но в какой-то дом ему дать, чтобы он в окно видел этот парк, где этот... Они вот сейчас слушают вас, и как бы ухмыляются, и думают, что он говорит вообще, он отдает себе отчет, он с какой планеты человек, понимаете? Да, и мы не должны об этом думать. Если бы я смотрел на людей, то угождал им, то был такой же, как вы лжец, как Павел говорит, то не был бы рабом Христовым. Я должен это сказать. Вот это у них общие, одинаково, так же они будут хорошо жить, так же у них олигархи вокруг их. Нет, я сейчас сказал реплику по поводу действий, какие должны сделать... Что должен будет сделать митрополит Кирилл в Екатеринбургске? Ну, что выйти? Выйти, раскаяться, попросить прощения, уйти в затвор, чтобы его никто больше не знал. Молиться за свои грехи, как сделал Павел IV. Вот так было. Он совершил большой тяжкий грех, поссорил тысячи людей, а он не сделает. Но это его дело. Мы должны это сказать. Он должен уйти. За великий соблазн, который он подал. Он тысячи людей отвратили от церкви. Да, он не послушает, но зато у меня программа-то, она не выдумана. Я призываю конкретно к чему? К покаянию. И люди, чтобы помирились. Вот по вопросу президентов, чем Кеннеди, американский президент, как его имя забыл? Но Дональд Трамп... Джон Кеннеди, чем отличался от того же Путина, от того же Трампа? Это единственный президент, который не почтил своим вниманием масонов. Он не был масоном, и они его уничтожили. А в истории еще были президенты, которые не слушались кукловодов? Пока не было. Если такие появлялись, значит, им предлагалось, не принимали, уничтожали. И притом всегда к худшему. Была монархия. Ну, монархия была. А у себя не сохранили, только без права какого-то. Для виду ордена кому-то выдавать, королева. Королева, у них ничего нет. На политику не влияют. У японцев то обогатворение императора, его никогда никто не видел. Голос его редко-редко кто услышит. И когда у них армия была еще около трех миллионов японцев в войну, но император сказал, капитулируем. И командующие стали с тебе животы вырезать, характери делать, но послушались. Против императора никто не пошел, потому что он священное лицо. Я говорю про Японию. А здесь обязательно масоны, говорят, будем ставить таких, за которым что-то сокрыто. Если они подчиняются, мы сейчас опубликуем, и тебя сметут. Вот и все. Я очень хорошо знаком с этим. Ну они там, и бывают арабы, масоны, то другое, но они ничего не знают. Они в предбаннике стоят. А вот над ними знает кто? Это Ливий на колено. Ливий на колено. И там до конца все знают, только три человека. Все. Вот где все рычаги. И поэтому они заодно будут. Да, кстати, Тихонич, Ливий на колено. Хорошо. А как же данного колена? Почему? Я говорю, знают, которые из данного колена будет поставлено имя, креатура. А те, которые руководят сегодня, как называем, кукловоды, не все евреи знают. До конца все. А те, которые, самые родоначальники знают, от них идет на колено, а от этого колено дальше идет. И дальше идет масон. То есть вы считаете, что вся информация о коленах у них сохранена? Да. Они уже все проверили у себя, как могли. А что там? Друг другу передавали. Которые простые это люди, они потеряли родословно, а там они тщательно хранили. Хотя колено между собой уже перемешались, и не поймешь. Вениаминову с Ефремовым сошлось. А у них это запрещено было. Что земля не могла переходить из колена в колено. По этой теме вопросы есть? Есть, есть. Ну как, по теме президента, раз вы о евреях говорите, то... Ну вот в чем... Вот смотрите, я правильно понимаю, главная движущая сила евреев это вот мессия, принять мессию, построить царство свое, стать во главу угла у всех народов. Правильно? Главное у них золото, золотой телец. Они этим мучились еще в пустыне. Такими они и остались. Все подгребает это Чубайсы. Все абсолютно. За электричество там, за все. За телефон десятки раз переменят. А через золото они подкупают, кого надо. Вот это Михайлович выступала, когда женщина говорит, вы взятки даете? Она говорит, даем, потому что берут. А иначе нам нигде не пройдешь. Ну хорошо, а для них золото это как божество или это все-таки как средство к их целям? Глобально. Дальше-то они ничего не знают многие. Для них это прямо цель. Это хорошо описано в Тарасе Бульбе Николая Васильевича Гоголя. Ну я просто показываю произведение, вы можете прочитать и узнать. Тарас Бульба. Игнать Тихонович, ну значит это вот серебролюбие вот это и дало поклонство, правильно? Да. Есть и дало поклонство. Так нет. А что, вы можете о серебролюбии тогда вот сказать, вот в чем сам, ну как в нее попадает человек? И если он попал, может он из него выйти? Трудно. Легче верблюду. Так вот здесь. Он получил какое-то наследство и ставит задачу удвоить капитал. Когда он удвоил, удвоенность еще удвоить. И теперь полное что есть? Еще удвоить. И так Златоуст говорит, и так будет до тех пор, пока смерть не положит конец этому бесполезному занятию. Вот и все. Они этим живут. У них все есть. Все банки, печать, юриспруденция. А мы живем здесь вот так как бы в бедности. В бедности у меня морковки нету. И кто-то стучится в дверь сегодня. Не знаю, где Сергей Павлович целый мешочек морковок мне принес. То ли от кого-то, то ли купил. Хотя я наказал не покупать. Все. Я никуда не двигаюсь. Вот два дня я в интернет не мог выходить. Почти. Потом его ремонтировали. Узнали. Я звонил. Говорят, что мне могут там как-то помочь. Не знаю. Потом. Я узнал, где кабельная. Пошел на ту организацию. Узнал. Дали бумажку. Кто им давал. Сколько стоит подтянуть. 25 тысяч обошлось. 25 тысяч. Я даже тысячи не могу дать. Ясное дело, что я пошел туда. А когда все узнал, развернулся с полдороги и пошел домой. Вот у меня сколько роликов сегодня. Но помаленьку все закачивает. Ты видишь, который ты рисовал. Я уже поставил его. Я смотрю, плохая связь. Видимо, у вас загрузка идет. Закачиваете. Да, у меня все время идет. Потому что один ролик 18 часов закачивается. Ну, Игнать, уже давно решили вопрос хороший, серьезный интернет мощный вы провели. Никак, никак. Вы сами себя мучаете. Сами себя. Обожди. С одной стороны вы время очень сильно берегете, а с другой стороны вот так. Ну, никак. Еще раз говорю, никак. У нас телеком. Я с ними разговариваю. Что можно сделать? Я пошел сегодня. Возможности нету. Это другая совсем организация какая-то. Название-то ее такое. Прямо вот оно. Называется ТТК. А если люди придут к вам и скажут, мы сейчас вам сделаем все, чтобы у вас был самый мощный интернет, который на самом есть. Так, я сразу спрошу, и чем я тогда и вам обязан? Вы помните разговор дьявола с журналистом? Смотрел? Ну, смотрел, смотрел. И он спросил журналист, он говорит, не надо потом. Он говорит, нет, нет, слишком дорогая цена. Он потребует душу. Я не отказался бы. У меня же за меня-то платят, за интернет я не плачу. У меня компьютер, процессор стоит, монитор. Это мне купили, все. Принтер у меня. Так что, Игнать Тихонович, я думаю, может, какая-нибудь человек услышит и поможет вам. Я думаю, не надо. Я пока справляюсь тут. Да нет, потому что, ну вот вы сами, вот, вы говорите, что время просто, вот сейчас вот у нас запись идет, а картинка плохая. Связь, были занятия, тоже из-за закачки, была плохая связь с учениками. То есть, это уже вредительство, вред идет проповеди. А еще не доказано. Другой раз у меня выключена точно та же петрушка. Зачем на это валить? Доказательств никаких нет, что из-за этого. Ну как это нет? Да, это сто процентов. Ну с тобой сейчас разговариваем. Какое? Хорошее качество, видимо. У меня плохое качество, на моей стороне. А на моей-то хорошее, я все снимаю. Ну хорошее, но иногда вот раз вас собеседник просто как в черную дыру проваливается, его нет вообще. Видели? Видел. Ну вот, это тоже не есть хорошо. Игнать Тихонович, эх, идея ушла, мысль. А вот русский народ, у русского народа есть какая-то идея? Или была ли, может сейчас она потеряна, была ли когда-нибудь у славян, там я не знаю, какая-то идея конструктивная, положительная? Как вы думаете? Ну, положительная, конечно, есть. Но главное в чем? Я в Америке был, на эту тему доклад делал. Очень-то большое собрание было, заранее опубликовали. Там сидели переводчики китайцы своим передавали, корейцы там своим переводили. Я говорил о будущем русской эмиграции за границей. Это их очень затронуло, они этим ностальгируют. Судаках. Ну, давай мы посмотрим, где русский народ проявил себя так, как ни один народ. По прошлой истории, ну, далеко мы не можем заглянуть. Ну, 1200 год, вот отсюда. Чингисхан был, да, 120 лет иго было, да, и вдруг Мамаева побоище разбивает его. Это первая победа была. 400 тысяч вывели на битву и вернулось только 40, 360 пало. Ну, какая-то победа. Из 10 9 были убиты, а уже через 7 лет пришел Тахтамыш и все опять загрузил своим. И Сергий Радонежский бежал, его келью и все сожгли. Вот и все. Какое? Но на нем остановилось. Дальше там раздоры начались. То есть русский народ оказался тем щитом, о котором разбилась татаро-монгольская ига. Но я только тех, которых близко знаю. Вот Тамарлан захватил Индию, захватил Ирак. Целая пирамиды из человеческих голов черепов зацементировал. Дошел до России, до Ельца, молились. Россия была как над пропастью, голову свесила, лежала. И Господь так сделал, что он отступил и дальше разбил Астраханского хана, врага России, и сам ушел в песок. Вот на пальцах, смотри, перечисляю, Тамерлан. Это царство Тахтамыш. И тоже ушел третий. Наполеон, это 1812 год. Захватил-то Испанию, он все захватил. В Россию зашел и Москву покорил. Дальше не пошло. Дальше кривые позвоночники пошли, они тащили, тащили из России. Это теперь определяет, какие они были. Так, дальше. Гитлер захватил всю Европу. Войну поднял во всем мире. Дошел до России. Точка. Начался откат. Допускает ошибку за ошибкой. Ему какие-то духи говорят. Он делает так. А уже против пойти никак. Генри Гиммлер, это Анна Нерба заведовал. Это он главный был идеолог. Но мы должны это увидеть. Россия является тем щитом, о котором разбиваются завоеватели. Дальше не идет. И я не буду говорить, что они уж такие хорошие воины, и все. Но факт остается фактом. По крайней мере, мы можем сказать, Гитлер захватил Европу, да. Но тут наткнулся. Да, заплатили страшную цену 28 с лишним миллионов. Но, однако, это конец был его. Ну, и что? Вы озвучите эту идею. Какая-то идея? Быть воином, защитником всего мира, остального? А дальше что? Противоречить Евангелию, опять же. Мы не говорим о Боге. Мы говорим о роли, которую Россия выполнила. Ты же... Нет, я хочу... Ну да, хорошо. Но, но это идея... Она остается таковой, эта идея? Была ли эта идея? Или это как бы несознательно было все сделано? Третий Рим, вот это название, вот об этом Гнать Тиковым. Я и хотел сказать, а ты меня три раза подряд перебил. Извините, просто... Хорошо. Молчу. Россия, этот ГОК и МОГОК пойдет к югу, к Израилю, и там он погибнет. и семь месяцев будут собирать кости, которые расплещут по всей стране. Это понимает именно Россия от пределов севера. Вот она... Дальше нас только Тюлени, Ледовитый океан. И не надо думать, что это Италия там или Англия. Россия. Определенно, четко так и понимается. Вот откуда это мнение, что Третий Рим, а Рим как раз это Вавилон. Вавилон это Рим, а Рим не один, а три. Второй Константинополь, Третья Москва, четвертый небытие, Епифания Славинецкий пишет. И мы должны согласиться. И вот Россия придет, там как Израиль, там с этими народами. Россия туда придет, и такой порядок наведет. Приблизительно, скажем, но к нему вернется бумерангом. И сожгут ее, то есть блудницу, то есть Москву. То есть она щитом до самого последнего. А раз сожгли, кто теперь будет, а больше войны не будет. Никого нет. И Россия главный удар мира и скорби примет на себя. Так предполагается. То, что сказал впереди, это, ну, все знают, Наполеон-то, где он? И так, повторное подключение. Так, связь, 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 связь. Ну, вот прервается связь, Игнать Тихонович. Ну, не знаю. Прервается. Меня слышно? Да, я думал, кто-то вмешался. Ну, вот тебе ответ. Я, я обращаю к этим правителям Зеленский и Путин. Знают ли они об этом или нет? А им руководящий главный показан, что нужно делать. Тут, конечно, поступили хорошо, мудро, отступили. Этот вышел, дает там повеление прекратить. Они все размонтируют, сейчас деревья будут садить. Ну, и все. Но так-то решать всегда не будут. И ему тоже указания дали. И что, каждый раз руководят? Каждый раз руководят, дают совет. А чем закончится, они не знают. Там другие сидят, которые за ниточки дергают. А они оба из одной, говорится, из одного ящика, из одной табакерки оба. И у каждого почитатель. А цари, которые империю держали, взять Романов, род? Эти никому не подчинялись. Так называется, самодержавный. Но у него уже в близком родстве были люди, которые были масонами. Которые Григория Ефимовича Распутина убили. Убили. А он невиновен был перед ними. Мне сейчас один тут написал, я сказать, а вот смотрите, сфотографировал страницу, а Розинский написал об этом, какой он был, принимал людей, там половой орган показывал, и все такое-то. Ну и его обвиняли, что он с царицей вроде там, что-то. Ну такая мерзость. И Царь сказал расследовать. Там жандармерия, подсоединили тогдашнее КГБ, свой сыск был. И сделали расслед. Вчера он был там-то гулял, там-то он был с бабами. А оказалось, что его и нету здесь. В городе нет. Он далеко на юге идет крестным ходом, идет на поклонение. Он любил вот эти паломничества Григория Ефимовича. Его нету. Ему говорят, да у-у-у, созвонились, там проверили. Да как он, вот он сейчас тут отдыхает, и дальше они идут крестным ходом. У него были двойники там разные, подставляли такие, похожие, расхрислены, пили, гуляли, блудили, а ему все приписывали. Так что... Игнатий Игоревич, а какая роль у англосаксов? Не знаю. Не знаю. Мне это не открыто, и никакой роли могут и не играть. Как все. Где, говорят, жажать, да еще что-то. Две изделия. Английский язык сейчас самый распространенный в мире. Это ничего не говорит о спасении. Ну, на разных языках люди говорят, как было, так и, но общий, чтобы понимали друг друга, этот был римский язык. В Германии, когда был немецкий язык, в школах везде изучали немецкий, английский не изучали. Это все меняется, но не означает, что это как-то влияет на народ. Никак. Может быть, кроме Счиславия на нашем языке говорят. Плохо, что тайны нету. А было на французском. Все учили, учили, и все французские, все дворяне, все знали. И у меня есть такое на русском разговорном языке. Хочу молиться, прославляя Бога. Ну, про другие народы, вот Китайская империя, вот о них что можно сказать? Зачем нам знать? Я показал нация, которая всем абсолютно заведует. И богатство мира стекается ему. И мы про нее знаем, и про них сказано. А ничего не сказано про Китай, я не нахожу. Я не буду и говорить. Зачем говорить? Они поучаствуют где-то. У них хорошая дисциплина, хорошее вооружение везде. Так что каждый народ сидит разбирать, о какой-то... Зачем это нужно? Мне это даже неинтересно. Я знаю общий расклад. Так-то и так-то и еврей будет царем над всем миром. Ни китаец, ни русский. А как христианину быть? Никак. Как было, так и пусть будет. Молись. Прославляй Бога, а не проклинай. Благодари Господи, что взял хороших правителей. Мы утром это молимся, я вслух произношу эти молитвы о правителях. А дальше как Бог даст. Праздно. Я не успокаиваю, души мои, как дитя отнято от груди матери. Я не входил в высокое, для меня недосягаемое. Вот охота узнать, вот как ребенка отсадишь, а ему это все не такое, ему нужна грудь матери, там молоко, там все составы. Вот я душу, душу свою точно так же должен. Охота узнать, а нужно ли это? Нет. А какая роль? А роль какая выпадет, та и будет. Может никакой роли и нету, жить, да плодиться, да умирать. Вот так. Надо уметь укорачивать себя, не смирял ли я, не успокаивал от души. Я не входил в великое, для меня недосягаемое. Насчет плодиться опасно, опасно сейчас. Ну вот так. При нашем законодательстве плодиться. Так, ну все, наверное, у нас сегодня. Да, Игнат Тихонович, наверное, все. Да нет, вопросов так много, но вы почему-то не хотите больше дальше идти. Нет, дальше не иду. Сегодня одна тема взята, а ты приготовь другую тему и позовешь, и рассудишь. Тема какая? Я сейчас, вот, я сейчас, ну, очень над роликами работаю по Екатеринбургу, вот. А вы мне написали, вот, какой-то сделать фотографию. Нет, не надо, не надо, это уже сделано было, сделано. Она система закачивала и закачала кое-как и говорит, этот ролик уже есть, а и уничтожила все. Мы с тобой как раз и беседовали. Беседа с тобой была. Ну хорошо. Она у меня уже стоит. Одним словом, я вот серьезный, там прям, ну, хороший получается ролик. Да. Я не знаю, но он длинный, наверное, будет, может его на две части разбить надо. Который я сейчас сделаю. Какой ты делаешь, я не знаю. Ну, по Екатеринбургу. А, ну, делай, делай. Я думаю, если тебе дано это, все это. Если он три часа будет, это уже вообще много, Нет, это не надо, это никто не будет смотреть. Значит, надо на две разбить, на полтора. На две, это сделать так, чтобы по полчаса. Нет, да там будет все интересно, на самом деле, смотреть. Ладно. Так все, я отошел. Все, с Богом, с Богом. Спасибо, Христос. Аллилуйя.